Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре зарплату водителей трамваев и троллейбусов проиндексируют сразу на 20%. Сколько будут зарабатывать водители муниципального предприятия городского округа Самара трамвайно-троллейбусное управление? Какие новые троллейбусные и трамвайные маршруты появятся в городе? В нашей студии Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара трамвайно-троллейбусное управление. Михаил Александрович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер, Ян. И, насколько я знаю, вот интересная новость, давайте начнем с нее В Самаре зарплату водителей трамваев и троллейбусов проиндексируют, повысят сразу на 20% Я видел рекламу, вам требуются люди, вам требуются водители, вам требуются кондукторы, возможно, требуется кто-то еще Вот на сегодняшний день, как выглядит кадровая ситуация на предприятии? Ну, кадровая ситуация на предприятии на настоящий момент выглядит пока не очень хорошо Потому что мы, несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации кадровой ситуации Особенно в качестве водителей трамваев и троллейбусов, мы пока наблюдаем нехватку Нехватку наблюдаем достаточно большую Поэтому для того, чтобы каким-то образом простимулировать уже имеющихся у нас в штате водителей трамваев и троллейбусов И с привлечением новых в настоящий момент решением губернатора Самарской области Азарова Дмитриевич Принято решение о выделении дополнительных денежных средств, которые будут направлены на повышение зарплаты Поэтому мы с 1 апреля повышаем заработную плату, окладную часть, на 20% С учетом того, что зарплата водителей складывается, помимо окладной части, на них распространяются различные надбавки Которые за профессионализм, за классность, за срочность работы То в целом зарплата поднимется на очень хорошие проценты Я думаю, что мы в ближайшее время, в ближайшее время, я думаю, что это будет в течение апреля месяца Но достаточно кардинально решим проблему Мы сейчас предпринимаем, уже предпринимаем меры об обзвоне тех водителей, которые от нас ушли И я думаю, что они вернутся То есть, на самом деле, в ближайшее время существенно изменится зарплата То есть, работать станет существенно интересней Уверен, что да Потому что понятно, что мы на протяжении последних двух лет работали в таком сложном режиме Связанном это было с периодом коронавируса Несмотря на это, мы также там проиндексировали зарплату и в 2019, и в 2020, и в 2021 году А то есть, индексация уже еще одна была? То есть, это будет еще одна индексация? Да, это еще Последний раз мы индексировали осенью прошлого года Зарплата водителям была проиндексирована на 18% Сейчас она еще проиндексируется на 20% К той зарплате уже К той, да, зарплате Поэтому на руки водители будут получать Мы сейчас отдельно поговорим, кстати Вот, Михаил Александрович, тут ведь важный момент какой Времена, ну, непростые, будем говорить откровенно Времена достаточно непростые А ваше предприятие, это муниципальное предприятие И это очень важный момент Насколько я понимаю, у вас с точки зрения выплат все стабильно То есть, вот, день в день Я правильно понимаю? Вы правильно все понимаете То есть, все что угодно может произойти, зарплату отдадут Зарплату отдадут Зарплату у нас за все это время мы ни разу не задержали зарплату Она выплачивалась всегда в соответствии с коллективным нашим договором 9 числа отдается всегда зарплата 24-го отдается аванс Поэтому, чтобы там не... А у вас еще аванс есть? Да, есть Хорошо Будем считать, что это чай Нет, 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 ну, просто как бы многие-то люди об этом забыли То есть, у вас все как раньше, когда-то был аванс под расчет Было такое понятие, да? Да, да Поэтому ни разу там не было Несмотря там, как вот вы сказали, там сложное время Поэтому мы... Ну, конечно, непростое Мы стараемся и уверен, что никаких срывов заработной платы там не будет Потому что коллектив большой в нашем коллективе Помимо водителей есть и другие профессии В целом на сегодняшний момент у нас около, в целом, так скажем, 3000 человек Поэтому... Ну, это гигантские, конечно, предприятия Ну, это самое крупное муниципальное предприятие, которое сейчас осталось Поэтому здесь другого не дано Мы один большой коллектив Поэтому с вопросом зарплаты не будет Даже вот сейчас, когда сейчас другие немножечко уже времена Как вы знаете, что закрываются многие там... Ну, конечно, коммерческие предприятия-то многие сейчас лихорадят Поэтому здесь вот надо понимать, где будет стабильно и где можно работать Будет стабильно Отдельно еще подчеркну, что у нас зарплата полностью белая Перечисляется она на зарплатную карту Сбербанка Нет каких-то там других моментов Поэтому раз она перечисляется ее на карту С Маккойном можно получить справки ДВНФЛ Я имею в виду речь к тому кредитованию То есть у нас заключенный со Сбербанком договор Можно получить какие-то льготы по снижению процентной ставки По ипотечным кредитам Поэтому все в белую И у нас люди там кредитуются, получают ипотеку То есть каких-то там сложностей я не вижу Ну, плюс пенсионная история вся, так сказать, прозрачная Абсолютно все начисления Ну, пенсионная история, да И в качестве вот такой вот ремаркера Про пенсионы вы все заговорили Водители трамвая и троллейбуса В связи с тем, что это сложные условия труда Имеют право на льготную пенсию Ну, при условии... Так, а вот с этого момента поподробнее Что значит льготная пенсия? С какого возраста? Ну, льготная пенсия требуется непрерывный водительский стаж Для женщины это 15 лет Это для мужчин 20 лет Что в свою очередь Несмотря на вот повышение пенсионного возраста Это в сегодняшний момент Женщина может выйти и получить льготную пенсию Начиная с 50 лет Мужчина с 55 Как интересно Так, а получается То есть человек, выходя на пенсию И оформив пенсию Получает пенсию Он может продолжать работать? Да, конечно Ну, так уж Мужику в 55 лет Ну, сидеть дома Наверное, не совсем правильно Конечно, можно Можно И нужно И нужно, наверное, надо говорить Поэтому Если, допустим И можно остаться на нашем предприятии Дальше продолжать работу То есть получать пенсию, получать зарплату Да, либо там тогда Ну, решать самому Ну, это вообще чрезвычайно важное Чрезвычайно Вот вы... То есть, ну, слушайте Ну, это вот Ну, социализм прям в полную мере Потому что в 55 лет выйти на пенсию В наше время Я себе с трудом представляю Где еще это возможно Ну, и есть армия Есть там силовые структуры Не так много, на самом деле Есть еще вредные производства Но там надо еще суметь это все оформить И доказать Ну, вы знаете, понятно, что Профессия водителя сложная Нелегкая, согласен Это надо приходить на работу Условно, там, к четырем часам утра В пять часов надо На линию Выезжать на линию, да Плюс там разные бывают, да Погодные условия Зимой и холодно Летом там жара была Но в то же время Хочу и другое подчеркнуть Что вот Есть у нас свой учебный центр В трамвайно-троллейбусном управлении Который готовит молодых специалистов И в качестве примера Хочу привести пример Мы в 2020 году проводили Всероссийский конкурс водителей Водительского мастерства троллейбусов Которое у нас проходило в Самаре И был наш участник Иркина Евгений Который работает у нас В троллейбусном депо номер один Он наш выпускник Выпускник нашего учебного центра Он у нас проработал около года Мы его представили на этот конкурс Он у нас занял третье место Ничего себе Да, то есть первый раз участвовал Через год Через год, да Обычно люди участвуют Несколько, два раза в год приезжают Два раза участвуют в этих Он участвовал первый раз Мы его выбрали Молодец какой Молодец И, соответственно, во-первых Он получил приз От организаторов этого конкурса Который осуществляет Минтранс России В размере 50 тысяч рублей Ну и самое главное Он свой водительский класс С третьего класса Сразу автоматически получил первый Что понятно, что увеличилась Его заработная плата И он, вот я с ним там разговаривал Но он, наверное, он говорит Я вот просто вот люблю свою профессию Утром едешь спокойно Ну вот Он вот как-то вот Глаза, что называется Глаза горят Поэтому вот есть и такие Есть такие Нет, ну а потом Вот вы говорите Да, понятно, что В четырем надо прийти Но ведь рабочий день Это длится 8 часов Насколько я понимаю Так ведь? Ну ведь это же Ты, ну Ты рано начнешь Но ты пораньше закончишь Будем уж и так совсем откровенны То есть просто пораньше придешь Ну график такой Михаил Александрович Я предлагаю сейчас сделать паузу Давайте сюжет посмотрим О вашем предприятии Затем продолжим нашу беседу Потому что на самом деле интересно Все, что касается работы Вот сейчас я считаю, что Людям полезно посмотреть Хорошо Все зависит от человека Не работа красит человека А человек работа Спокойствие Только спокойствие И только вперед Работая в шумном мегаполисе Игорь Асадулин Не теряет веру в романтику дорог И хоть вагоновожатый И не колесил между городами Почти за 40 лет водительского стажа Километров накатал немало В далеком 87-м Он пришел в ТТУ в Ташкенте А еще через год Приехал в Самару Здесь и остался До сих пор вспоминает Самые мельчайшие детали Своего первого выезда на линию Сейчас, говорит, в трудовой книжке И места не хватает Чтобы уместить все трамваи Которыми приходилось управлять Я даже помню, как я первый раз Нажал на ручку управления Это я помню прекрасно Потом обкатался И работал на КТМ 5М А когда сюда приехал Здесь уже Татры Чехословацкие трамваи С 11-го года стали приходить Вот эти вот красавцы УКВЗ Хозяйка в салоне трамвая Любовь Ананченко Кондуктором трудится уже 13 лет Говорит, свою работу Ни на какую другую не променяет Сейчас и думается По-другому, отмечает Любовь В голове всегда открыта карта Родной город изучила Как свои пять пальцев Это прежде всего общение Заходит человек Он, допустим, приехал сюда Правда? Ну, у кого он может спросить? Иногда прохожие Например, кто на остановке стоит Они не в состоянии Они говорят Я просто не знаю Я тоже приехал А мы обычно все знаем Тем более за давностью лет Уже знаешь, каждая остановка Даже дома, знаешь, какие там организации находятся Я до последнего здесь останусь Это как кровь живая Вот общение с людьми Мне очень нравится Я иду на работу Я как рыба в воде Работа на муниципальном предприятии Это стабильность Подчеркивают сотрудники Белая своевременная зарплата Стаж, бесплатное обучение С выплатой стипендии В размере МРОД Который скоро повысится Приезжим предоставляется место в общежитии На предприятии Есть возможность повышать классность вождения Участвовать в конкурсах Профмастерства городского и всероссийского масштабов По результатам которых Можно также повысить статус И увеличить свой доход Это как стабильный завтрашний день Это стабильная заработная плата Который выплачивается два раза в месяц Без задержек, без всего Отпуск оплачиваемый Льготные пенсии То есть как бы я просыпаюсь утром И я знаю то, что я приду У меня будет работать С каждым годом Муниципальное предприятие развивается Приходит новая техника Например, в прошлом году в Самару Доставили 22 ультрасовременных троллейбусов С кондиционерами «Адмирал» Старая техника при необходимости ремонтируется Для этого в управлении есть специальный цех На новые вагоны тоже рассчитывают Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев Находится на рассмотрении в Москве Михаил Александрович, ну вот мы с вами посмотрели сюжет Кстати, как раз, наверное, вы увидели Одного из ваших сотрудников, который и пенсию получает Он уже очень давно работает И, судя по всему, на хорошем счету на предприятии Но вот вопрос такой вот Давайте на чистоту Мы с вами, мужчины, вот здесь сидим Разговариваем, как мужчины Вот при хорошем отношении к делу Не пить Быть надежным сотрудником Это важно Когда на человека можно положиться Все качественно делать Сколько может зарабатывать мужчина на вашем предприятии? Сколько денег он может принести в семью? Ну, вы знаете, если мы говорим про среднюю зарплату, которая у нас существует на предприятии, то она составляет ориентировочно 45 тысяч рублей Если мы говорим про среднюю зарплату водителей, то она в среднем составляет 40 тысяч Но средняя зарплата, вещь такая, не совсем она характеризует ситуацию, потому что, как мы до этого с вами говорили, есть водители, у которых только молодежь пришла, у которых третий класс А есть, которые достаточно там старожилы, которые работают на предприятии и 10, и 15, и 20 лет, которые там, и первый класс Конечно, у них зарплата и по сегодняшним меркам очень большая Значит, они получают и от 70 тысяч, и 80 тысяч Ух ты! Есть расчетные листки Да, конечно, за них надо пахать Да, они, конечно, трудятся, но это люди профессионалы За что пахать вообще-то Люди профессионалы, люди своего дела, люди, которые ездят аккуратно, не допускают дорожно-транспортные происшествия Поэтому, конечно, мы все когда-то были, приходили, начинали-то с маленьких должностей, а потом путем трудов, знаний росли Поэтому, если мы вернусь и будем говорить про тех молодых специалистов, которые окончили наш учебный центр, то, конечно, зарплата у них на сегодняшний момент составляет 25 тысяч рублей Но мы вот сейчас, с учетом того, что с вами обсуждали, повышение на 20%, то есть она к 25 тысячам надо будет прибавить 20%, то она, соответственно, возрастет Да, 30 тысяч Троллейбуса требуется 6 месяцев По истечении 6 месяцев человек сдает, значит, на права, получает профессию, после этого мы его автоматически принимаем к себе на работу и, соответственно, сразу мы ему выплачиваем денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей Да, 100 тысяч рублей Это деньги будут для него нецелевые, то есть он их может потратить на свое усмотрение, исходя из его каких-то целей или что-то надо приобрести Конечно, понятно, что мы его трудоустроили, выплатили деньги, конечно, в течение определенного времени он у нас должен отработать А так, то есть абсолютно обучаешься, более того, во время обучения они получают стипендию в размере одного, минимального размера оплаты труда одного, как вы знаете, он постоянно индексируется, поэтому вот в течение полгода получаем зарплату, потом получают стипендию, потом сразу автоматически мы ему перечисляем 100 тысяч рублей и принимаем его на работу Мне кажется, что в сегодняшних вот таких вот условиях это достаточно есть такая хорошая заинтересованность в работе Ну это, знаете, вот как я в таких случаях говорю, вот только работай честно и качественно, вот на самом деле просто исполнять свои обязанности Понятно, да, что все это сделано для каких-то людей трудолюбивых, ну как обычно бывает Это для трудолюбивых людей, не для лентеев однозначно Михаил Александрович, вот прошу прощения, что перебил, но вопрос вот очень интересный, до какого возраста берете в таком случае? Потому что, я думаю, сейчас вот многие зрители сидят уже во голове, считают ситуацию, это просчитывают И вот до какого возраста можно к вам прийти и попросить в учебный центр? Вы знаете, в учебный центр мы принимаем всех, начиная, ну на права на трамвае и троллейбусы можно сдавать только достигших 21 года Ну а возрастной предел, ну не определен, ну понятно, что есть какие-то физические особенности Ну понятно, но я имею в виду, что то есть 50-летний мужчина, например, может прийти, если у него со здоровьем все в порядке Абсолютно И начать работать Абсолютно, мы принимаем в учебный центр То есть нет такого, как сейчас, знаете, 40 лет, ты уже старик и тебя на работу не возьмут Должен пройти комиссию медицинскую, там обычные специалисты, которые требуются при приеме там на работу, да, начинают там от терапевта и каких-то там вот там других После этого получают справку там об отсутствии, значит, наркологических какой-то там зависит Ну нарколог, психиатр после этого приходит в учебный центр и у нас он проходит обучение спокойно и потом принимается работа Ну все как обычно, когда человек должен сесть за руль транспортного средства, которые перевозят людей Это нормальная ситуация Просто мне, знаете, что понравилось? Мне понравилось, вы сейчас, может быть, даже сами не заметили, когда вот вы сказали, понятная перспектива То есть вот ты можешь начать, да, вот с нуля, что называется, но через 10 лет ты можешь стать специалистом и за тебя будут держаться И за тебя будут держаться, работай хорошо Кстати, вот если вернуться к этому вопросу Если человек трудолюбивый, умный, старательный, за какое время он может классность повысить? Потому что третий и первый, понятно, что это вот разные деньги Ну вот в идеале, я так понимаю, участвуют в конкурсах или еще какие-то есть технологии? Ну конкурсы это будем считать, скажем так, это какое-то исключение из правила А если мы говорим про обычный ритм жизни, да, про обычный стаж, то через 2-3 года можно получить второй класс И уже после момента того, как водитель получает второй класс, еще через 2 года можно получить первый класс То есть если мы говорим про какую-то, ну обычную такую нормальную ситуацию, за 4 года можно получить первый класс Потому что человек работает в депо, себя за хорошо зарекомендовал Конечно, я еще раз оговорюсь, что не должно быть там дорожно-транспортных происшествий Ну, как обычно говорят, от водителя все это зависит Михаил Александрович, а вот, кстати, по поводу, прошу прощения, тогда перебил, но давайте этот момент уточним Дорожно-транспортные происшествия имеются в виду по вине водителя Потому что, ну, если какой-то, скажем так, неосторожный водитель въехал в троллейбус или в трамвай Это другая ситуация По вине водителя Если он сам допустил дорожно-транспортное происшествие, ну, конечно, это большой минус Потому что мы про это всегда говорим Не нужно забывать одно дело, когда ты сам едешь на машине Другое дело, когда там ты везешь больше там 100 человек Потому что любой там ДТП может привести к каким-то там травмам Поэтому, конечно, нужно быть внимательным Это понятно, но здесь ведь тоже еще один важный момент Я как бы сам водитель, ну, скажем так, достаточно с большим стажем Я за рулем уже не буду называть конкретную дату Ну, несколько десятков лет на самом деле И когда я в свое время учился Мне умный пожилой инструктор давал много разных советов И один из советов был, он мне сказал Объезжай троллейбусы и трамваи вот аккуратно Потому что я запомнил это еще с тех времен Трамвай вообще всегда прав Ну, практически всегда прав Я к чему? Это надо еще постараться Ну, на самом деле нормальный водитель, троллейбус, а уж тем более трамвай Ну, слушайте, он осторожно себя ведет Ну, когда там едет, сколько там, 20 тонн трамвай весит Да Ну, надо быть не очень умным человеком, чтобы вот с ним как-то вот спорить и так далее Поэтому, ну, ребята, здесь просто вот соблюдать правила дорожного движения И быть аккуратным и внимательным Ну, если так по-простому говорить, конечно, ничего особенного там не требуется Есть правила дорожного движения Соблюдать Конечно, я там не буду скрывать, что и у нас какие-то там попадаются водители, которые любят там полихачить Или там считают, что... Ну, на троллейбусе лихачить, это, конечно Ну, свои каких-то там... Кто-то там пытается через какое-то время там начинать себя считать там профессионалом Ну, понятно, суперводительным Да, суперводительным И как обычно в это время бывает... Всякие неприятные истории Происходит тогда, что возвращает его обратно Поэтому ничего здесь такого сложного нету Езди спокойно, не торопясь И вот этот вот стаж, который там с Т-классности, с третьего по первый Ты все получишь Можно будет там двигаться, да Ну, согласен Это, кстати, опять же, возвращаясь к тому инструктору, которому я до сих пор благодарен Он мне как раз говорил, что самое опасное, это водитель, который ездит не так давно Но вдруг посчитал, что он уже суперпрофессионал И вот начинает лихачить, на самом деле, не имея еще таких устойчивых навыков Ну, чаще всего это с молодежью С молодежью бывает через год-два вот вождения До первого ДТП До первого ДТП Потом все это как бы возвращается на грешную землю И человек понимает, что жизнь немножко другая Вот если говорить не только о работе Расскажите о социальных объектах ТТУ Вот есть ли человек, например, иногородний, чем можете помочь? Про социальные объекты ТТУ Скажу так, что мы принимаем и зовем на работу не только жителей города Мы также приглашаем на работу жителей других наших городов Там деревень Самарской области Вопрос жилье мы решаем так У нас на балансе до сих пор сохранились четыре общежития Которые находятся в разных местах города Ну, по принадлежности там к ДПО, к трамвайным, к троллейбусным Поэтому любому желающим, кто хочет выучиться, получить профессию Мы всем, мало того, что мы предоставляем койками, койка места Также у нас есть еще свободные комнаты, где там можно разместиться Поэтому вопросов там с жильем, вопрос о том, что вот я приеду в Самару, где я буду там жить Он такой не стоит Поэтому человек приезжает, пишет заявление о предоставлении места Мы ему предоставляем вот это вот общежитие Даем ему временную прописку, значит, и спокойно там живи и работай Все общежития у нас находятся недалеко от рабочих мест Буквально в шаговой доступности Поэтому проблем никаких нет А, кстати, тогда вот вы сказали, что есть комната То есть я правильно понимаю, что если человек семейный, то он может, соответственно, приехать с супругой и получить комнату? Да То есть это тоже возможно, это тоже... Просто тоже, на самом деле, очень немаловажно И вот, смотрите... Ну, конечно, нам бы хотелось, что если там приезжает... У нас много таких есть, там, муж, допустим, работает водителем, там, супруга, там... Кондуктором Ну, это были бы идеи, да? Нет, ну, это да Ну, либо не кондуктором, либо на других каких-то должностях Конечно, мы это очень сильно там приветствуем Нам хотелось бы, чтобы общежития были доступны там нашим работникам Потому что, прежде всего, это наш такой... Вы думаете об этом, конечно, это нормально, я прекрасно понимаю Михаил Александрович, вот времени так много осталось Тем не менее, вот, ну, не могу не задать вопрос Не только если о кадрах говорить Мы как-то обсуждали Живем мы с вами вот в Самаре, которая уже, по сути, новая, да? Произошло там существенное перераспределение транспортных потоков Появились новые, по сути дела, районы В Алгаре крутые ключи, Южный город И вот в этой ситуации, как меняется транспортная система Вот, каким образом будут еще меняться транспортные маршруты Чтобы все это лучше работало, удобнее работало Чтобы нам было проще Чтобы мы могли спокойно сесть на трамваи и доехать или на троллейбус Ну, в настоящее время рассматривается, во-первых, тема транспортного обеспечения Вот то, что вы сказали Южного города, Амграда Я не буду пока раскрывать все там какие-то там моменты Потому что это пока сейчас все это обсуждается Рассматривается вопрос, как можно соединить эти все микрорайоны Потому что понятно, что через какой-то там короткий промежуток времени Нужно будет этот вопрос решать Если мы говорим пока о Куйбышском районе, как вы знаете, что в связи со строительством там Фрунзенского моста Там первой и второй очереди закрыто было движение шестого маршрута троллейбуса То в настоящий момент мы, несмотря на то, что там, конечно, немного там стройки передвигались Сейчас все вопросы решены И, значит, я думаю, что дано уже поручение с 10 апреля открыть этот маршрут И он даст возможность вот жителям Куйбышевского района, Волгаря доезжать до центра города Потому что, как вы знаете, шестой маршрут, ну, единственный, который беспересадочно связывает центр города вот с этими районами Из перспективных планов развития мы разработали левый поворот с улицы Ново-Вокзальной и Ставропольска Сейчас, если мы спускаемся вниз по улице Ново-Вокзальной, можно повернуть направо только в сторону 22-го партиезда А сейчас мы вот уже получили положительное заключение экспертизы Ждем выделения денежных средств на том, чтобы сделать вот этот вот поворот в сторону проспекта Кирова Если он, ну, когда он будет реализовать, понятно, что будут дополнительные маршруты, которые позволят связать между собой Кировский промышленный район Это позволит людям сразу выезжать на улицу Ново-Вокзальную И самое главное то, что мы для себя там фиксируем, если какие-то там есть неисправности, то они будут максимально быстро убираться Но опять же повторюсь, что это сделано, что мы беспересадочно свяжем вот эти два района Из других каких-то новых моментов сейчас обсуждается вопрос беспересадочного талона Допустим, связать Кошелев проект со стадионом Самара-Арена Потому что, как вы знаете, у нас там есть новая узловая станция, новые трамвайные линии, которые строились в чемпионаты мира То есть человек, купив один талон, приезжает с Кошеля вот в это место и оттуда сразу там по трамвайным путям по улице Новосадовой может добраться до центра города Планы есть, развиваться куда есть, и я думаю, что в ближайшее время все будет реализовано Спасибо за интересную содержательную беседу, время программы подошло к концу Желаю, чтобы все ваши планы были реализованы, ну и чтобы предприятие работало ритмично, это нам всем необходимо Напоминаю, в нашей студии был Михаил Ефремов, директор муниципального предприятия городского округа Самара, трамвайно-троллейбусное управление Удачи в делах и пользуйтесь трамваями и троллейбусами, это удобно и экологично До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова